Всем привет! Это Битлук Инсайдер и с вами Балабол Сергей Сыдар. Почему Балабол? Да потому что в декабре я пообещал вам занимательный сериал о том, как готовится моя жига по зимнему дрифту и пропал. И причин этому целых две. Первое. Я погрузился в организацию чемпионата по зимнему дрифту. А второе. Вы. Именно вы. Потому что вы не смотрите видосы, не подписывайтесь на канал, не пишите комментарии, не ставите лайки. И у меня пропадает банально стимул тратить на это время. Я не хочу быть как МТ и упрашивать вас там поставить лайки, подписаться на канал. Поэтому давайте так. Я вам сейчас рассказываю, как строилась жига, что с ней происходило всю зиму, какой мы получили результат. А вы взамен подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии и зовете друзей сделать то же самое. Договорились? Поехали! Итак, как вы знаете, в ноябре 2017 мне подарили жигу, чтобы я смог ее подготовить для зимнего дрифта и надрать задницу тем, кто сомневается, что я разбираюсь в этом. Я обрадовался и сразу же бросился ее готовить. План был таков. Ничего лишнего, только самое необходимое. Я сразу же определился, что все сварочные, кузовные работы будут делаться у Смола в Элдворкс. А мотор я доверил Александру Лагуте. И не говорите мне потом, что Смарт маленькая машинка. Вот так вот это все выглядит. Два ковша, Кобра 2. Магазин Topline24 любезно уступил мне пару баксов. Каждый ковш мне обошелся в 120 евро. С копеечками. Спасибо, парни. Всем рекомендую. Topline24.com. Большой ассортимент. Официальные представители Бимарка, между прочим, в Украине. А это что значит? Это значит, что самые низкие цены могут дать только они. Перепрыгнул на жигу. Еду к кардиологу. К Сане Лагуте. Отвезу машину. Они за завтра снимут с нее мотор. Дальше по плану мы машину заберем без мотора. Не, ну да, это подходило. Подходило, да? Угу. О, курва. Ну что, если у тебя в кармане приспособление. Конечно. Масло минимум. Она поддымливает, соответственно. Она на холостых поддымливает. Когда едешь, вот мы когда ездили на этот... Это кольцо. Пока стояли, она дымела, начали ехать, все окей. Я понял. Ладно, а это? А что вы свечи выкручивали, стреляли? Нет. Нет? Никто не лезет к ним вообще. Красивый. Тут похоже. Нет. Что там? Четвертому цилиндру. Ти-на-фиги. Ти-на-фиги. Ну, чуть-чуть. А ты вообще-то заходила. Блин. Закоксован вообще. Он снимает. Ну и что? Конечно же, не хочу разложить. Ты что? Саня, он не хочет ее разложить. Ну, подожди. В смысле, он не хочет. До чего нас вдавел кризис? Что Жига стала стильным. Сколько грибов? Ну, подчем. Ха-ха. Тут, наверное, домкратиком так. Ух, надо. Видишь? Ага. Немножко подсел. Ага. Короче, нам, собственно, надо кого-то на должность суперсварщика. Это выделение. О, выделение. Оно же отделяется, а не выделяется. Это если капало, то можно выделение. Ну, я тебе хочу сказать, что под выделениями вроде такое, блин. Ну, типа да, но лонжерончики сзади я бы... Ух ты, твою мать. Чуть-чуть бы, да? Да, я согласен. Что-то тут не хватает. Оно было, наверное, чуть-чуть вот так вот. Короче, Серега, ее в жопу бить нельзя. Нельзя. На ней грехит? Не. Куда светить? Вот сюда свети. Вот. Там немножко дырка. Ну, не встык. Она и там дырка. И там. Ну, и она в стакан. Что там, что там. Не надо. Ну, ты понял, причем парашка какая? Багажник вообще пиздень. Ну, да. Она как-то так по лонжеронам пошла. Я не понимал, почему. Я думаю, знаешь, что может быть? Может быть, когда ее красили, делали ее косметику какую-то. То есть, ну, меняли какие-то панели. Ну, вот, допустим, видишь? Вот это же типа уже поварено. Вот, вот. Вот эти моменты. Они поварены. То есть, может быть. Ну, пароль, тут вообще брутально сделаны. Ну, под цвет. Не-не-не, чувак. Тут прям брутально-брутально. Ей, мужик. Да. Тут нету. Черт, да? Вот тут. Мне надо снимать тебя. Когда говорится, что ты где-то в порогах, надо твоя лица снимать. Вот, что надо делать. Рево. Это же Рево? Рево. Рево. Это Рево. И на шуру. Обрати внимание. Новая термозная магистраль. На Рево. Рево. Это дрифтовая тачка. Тут весь борт дрифтовый проводится. Рево. Вжух. Вот ключи. А вот бэк надо подать. Вот Саня. И все. И нет больше ключей. Жига остается у него на кардиологию. Сценарий таков. Отгоняем машину к лагуте. Снимаем мотор. Забираем кузов к смолу на реабилитацию. Устраняем проблемные места. Выполняем все сварочные работы. Возвращаем машину к лагуте. Ставим мотор. И едем. Но. Каково было наше удивление. Когда мы обнаружили, что блок у нас не 1.3. Который мы собирались тюнить. И ехать на нем. А 1.2. Который в принципе не особо да и тюнится. И тут сразу же стал вопрос. Я начал сразу серфить интернет в поисках нового блока. Искал 1.7. Но нам повезло. И в соседнем боксе появился застучавший 1.6. Который собственно я быстренько купил. Мы заказали на него всю начинку. Собрали все. Отправили мотор на завод. На расточку. И балансировку. А кузов тем временем стоял под боксом Wildworks. Вот моторчик наш. Ремень. Шпоньк. Там поддон снят. Ага. Этот надо перебрать. Просто тут голова она другая. Она не подойдет. И ну тут крышки другие там. Может просто что-то нам надо будет мы будем с твоего мотора снимать. Но пока смысл его барахолить. Будет время я это все разберу. Мы посмотрим что она как она. Ага. И будет видно. Надо будет что? Надо будет покупать поршня. Под поршня отдавать блок на поточку. Ну и там дальше постановить. Это реально быстро собрать. Сейчас надо мотор разобрать. Блок надо взять. Ну помыть отмыть это время. Такое-то там день-два. А потом надо купить поршня. Они тоже едут 1-2 дня. Сразу эти поршня мы с блоком отдаем. И блок точится. Вот они вот берешь их и они... Ну то есть заусенец тут нету. Вот тут нету ничуткого. Чутенько. Вывешенные. Понял? Все в граммах. Найс. Смотри. В чем разница? Вот это вот все дерьмо от литья. Все было тупо в заусенцах. Ну и плюс сам материал отличается. Вот видишь заусенцы? А тут все чистенько, красиво. Лайк. Вот такой вот блочок. Пятерочный ременной. Внутри у нас. Нерзла на твоя голова. Ой. Она не до конца дымит. Она тут такая. Ну тут на самом деле ничего не видно. Просто голова и голова. Видно, что там жопа. С стебом все. Они сильно глубоко сидят просажены. Широкие паски. Некуда уже паски нарезать. А что с ними тогда делать? Менять. Выбиваются сначала направляющие. Потому что у них платом очень много. Видишь люфт? Да, да, да. Почти миллиметр. Это очень много. И они уже ремонтировались. Варп сальник. Это старого образца или что сальники? Ну казалось бы сальники сальник, да? Ну просто ржачный, потому что у него форма такая. Сейчас сальники идут такие с металлической обоимой. Садятся прямо на этот под кружинку ставят. Ну тут написано, что Днепр чемпион. Почему Днепр и почему чемпион? Я его знаю. Головку мы вынимаем направляющие. Тогда ее делаем портинг и портируем ее. Покупаем втулки, точим втулки. Помнишь, что ты показывал? В хороший раз. Делаем вот такие короткие втулки бронзовые. Покупаем комплект клапанов. Клапана делаем Т-образные. Меняем седла. Делаем фаски красивые. И все. Снимаем вот тут вот. 2 мм в плоскости. Она стоит чуть ниже. Уменьшается камера с гранией. Ну вот такие вот планы. Сколько может занять времени вот это все? Если завод не сильно обладает, если заводом договорится, то это произойдет. Но я забыл учесть, что серия еще трех этапов BitLuke Snowdrift на тот момент уже была анонсирована. И количество участников, желающих пободаться в ней, было достаточно большим. И, например, у Смола я был шестым в очереди. А у Лагуты очередь не видит просвета по сегодняшний день. Приехал в Wildworks посмотреть, как дела с Жигой. И сейчас, скорее всего, поедем со Смолом за лонжеронами. Жига даже на ремонте с бантом. Вот так вот. Хотелось бы сказать, что здесь повеселее с этой стороны, но нет. Или не на много. Приехали со Смолом за лонжеронами. Надо вот это. Вот такое штуку надо. Вот так двести. Нам надо вот этот и надо правый-левый. Второй тоже. Светилители. Не, не надо. Там четыре, знаете, пластырь, два, три, шестьсот сорок. Жига в травматологии. Как вы видели, уже лонжероном немножко пришел конец. И вот. Вот новые. Один уже на месте. Вот сейчас готовится место под второй. Немножко дырочки. Привет в салоне. Также немножко сделали нишу для запаски. Потому что здесь тоже была дырочка такая. Я бы вам показал еще салона. Но так как машина висит в таком вот положении, не хочется открывать двери. Потому что двери все-таки немножко тоже держат кузов. Такая вот ситуация с порогами. Кажется, есть нюансы. А вот тут были на баллончике. Баллончик краткий разрезали, положили и шпаклевочку сделала. И вот просто слой смолы, который был в порогах. Понимаете? Мы со смоликом были в магазине? Маазине. Маазине. Купили маленькую тягу моста. Баллончик для подкраски. И купили комплект для шпилек. ГБЦшки и гайки. А дальше мы едем со смолом за трубой, чтобы усилить пороги для желающих приехать в дверь. Бонус-приз вот здесь. А, щит. Там я уже заварил. А, с той стороны тоже, да? А, это же как раз поддомкратники. Поддомкратники, да. И мы подали. Ну, тут, в принципе, там, с той стороны надо ладку ляпнуть будет. А так, вроде, дырок нет. Ну, так она на колесах уже, нифига себе. Да. Высеньковка. Сеньковка. Убила. Фух. Че, как? Руль дать? А, лайк. Ну, блин, нет. А, херово. Это надо там смотреть. Итак, чтобы установить спортивный ковш, нужно сначала удалить стандартные крепления сидений. Это, это и нахрен вот это. Как видите, вот здесь было крепление стандартное. Здесь еще одно, и здесь большой такой штук. Для того, чтобы установить ковш, нужно сделать перегородки, и на них, собственно, сейчас мы поставим ковшик. На скруглении где-то. Труба тут, а пластина идет вот так, здесь. Да это тебе так кажется. Брати, сейчас смолик закончит, и я покажу тебе. Ты здесь подтянешься? А, ну все, да, не туда, не за это. Вот, ну сидят. Не заплетаются. Вот, все. Ну, это ремни такие, пацаны. Шо, вот, шо, вот это шо, вот это? Да я тебе объясняю, вот, держат плечи. Шо, здесь, здесь, пускай себе будут, здесь плечи держат. Вот, я не могу никуда уехать. Понимаешь? Ну все, а рукой дотянись до ключа. Ты смотри. Единственный, наверное, кто достает. Даже если когда глохнет, подстегивается. Не, вот, дотягивай. Ты держишь, и даже, чтобы окно откроется, подстегивается. Да? Ого, пацаны. Ну все. Пошли новогодние праздники. Завод отмечал. Мой мотор даже не брался еще в работу. А в Киеве даже не пахло зимой. Соответственно, первый этап BitLux No Drift сместился на неделю. И появилось время сделать джигу привлекательной. У нас возник целый спор по поводу краски. Я хотел как можно проще и быстрее задуть джигу баллонами. А тусовка убеждала меня, что нужно красить правильно. Должен признаться, я повелся. На протяжении недели я каждый день проводил у автомалеров. Подбирал краски, перебирал оттенки. И советовался по поводу коктейлей. Спрашивал каких-то рекомендаций из опыта. Надоело. И я включил мозги. Машина готовится под зимний дрифт. Который, в принципе, является достаточно контактным видом гона. Если джига будет выкрашена дорогим индивидуальным оттенком с ксираликом, а я только такой рассматривал, и в нее плеет спрайт, то я попадаю на деньги за подбор и покраску. А спрайт достает из бардачка черный матовый баллончик, и его машина выглядит лучше, чем до аварии. Этот факт и был основой моего решения. Но тот фиолетовый оттенок, который продается в строительных магазинах, мне не подходит. Я отправился в магазин для граффити, залип перед большим количеством всех фиолетовых оттенков, которые есть, и начал подбирать. Мой выбор остановился на оттенке под названием Wizard, но его было всего 6 баллонов. Выбора у меня не было. Забираем 6 баллонов, едем в малярку. Забираем 6 баллонов, едем в малярку. Забираем 6 баллонов, едем в малярку. Собственно, вот 5 баллонов и один еще, которым я только что додувал. 5 кэпов с фэтом. Вот такой вот результат. Хочу сказать охранное спасибо из-за его автографии за то, что разрешили задуться у них в боксе. А также гигантское просто спасибо Лео за то, что весь процесс от менеджера. И Джонни, который очень люто помогал в передирке машины. Очень холодно. И мы перевозим машину к Саше Лагуте и к Найде для работ по мотору. И на этом, пожалуй, процесс останавливается. Новый мотор все еще на заводе. Саня Лагута с Андреем Найдой в составе команды Chayka School готовят 6 машин на серию по зимнему дрифту. Я занят организацией и судейством зимнего дрифта. Причем настолько занят, что за 4 гонки я не снял ничего вообще для блога абсолютно. Потому что у меня физически не то, что времени не хватало, а даже мозгов подумать о том, что нужно достать камеру. Но на нашем канале вы можете посмотреть записи прямых трансляций всех 4 гонок. А также хайлайтовые видосики с каждой из них. Итак, все время чемпионата. Жига простояла без мотора. В середине февраля я попросил Андрюху Найду установить мне родной 1.2, чтобы я хоть чуть-чуть попробовал с зимы. Спасибо огромное парням. Они очень оперативно вкинули старый мотор. Мы забрали машину в Валдворкс. На следующий день установили ручник. Отдали машину автоперцам на подключение тормозной системы и диагностику прочих косяков. И отправились на финал. Битлук сноудрифт. Автоперцы выявили ряд косяков, требующих замены, а также проблему с редуктором. Афродная система блокировки не прижилась в жигулевском редукторе. Пружину раскромсало, редуктор просто заблокировался. Было принято решение вытрусить и заварить. Вся подвеска осталась стоковая, я ничего не менял. Найда укоротил сошки, срезали пружины по полтора витка, прокачали тормозную систему, отправились на тесты. Я настолько был рад жиге на ходу, что даже ничего не снимал в вечер тестов. Да, в принципе, там и снимать было нечего. Один и два слабенький, никуда не ехал, колеса в разные стороны, на развал никуда не успели. Да, кроме, наверное, как беседы с полицией на почве того, почему я езжу на старом автомобиле, без поворотников, номерных знаков и, в принципе, без водительского удостоверения. На следующий день я отправился на сход-развал. Я не помню, какие параметры мы установили, но это был максимум, который можно достигнуть на стоковых рычагах. Вечером едем на лавину. Ехал я долго, потому что на третьей-четвертой передаче мост издавал какой-то непонятный хруст. Я не знаю, что это такое. Со временем сейчас хруст все меньше и меньше ощутим. Уже как поставим новый мотор, я отдам сначала кардан на балансировку. Если ничего не поменяется, тогда поменяю редуктор. Итак, лавина. Я долго катался по кругу, чтобы привыкнуть к машине. И только выехал уже на конфигурацию, на втором круге появляется дым из-под капота и машина глохнет. Закипел, подумаете вы? Нет. Проводка. Сгорел провод с аккумулятором на генератор. Спасибо огромное Антону Тищенко и Александру Двигалюку за то, что отбуксировали меня на рейс-сервис, который ближе всего к лавине находится. На следующий день на рейс-сервисе мне поменяли проводку, прозвонили электронику, лампочки. Потом я приехал и установил вместе с чалом элементы салона, чтобы жига была комфортной, а не корчом. И на выходных мы собрались в X-Park. Спасибо весне 2018 за то, что практически до конца марта в Киеве был снег. В X-Park мне даже удалось что-то подснять, но после того, как я делал селфи с тусовкой, забыл переключить режим с таймлэпс на видео и у меня остаток вечера просто запечатлен размытыми фотками. Продолжение следует... Не могу сказать, что я полностью доволен. Я не привык к машине, 1.2 не везет, редуктор хрустит, мотор троит. Но даже это уже хорошо, потому что я знаю, что мне к следующей зиме нужно улучшать мотор и трансмиссию. И этим мы займемся осенью. А летом жига будет кататься по каким-то выставкам. В конце апреля мы уже были на фестивале Old Car Land, где, кстати, я потерял свою GoPro. Да-да, вам не послышалось. Я остался без камеры. Я был настолько в отчаянии, что у меня даже была идея запустить какой-то сбор донатов на новую камеру для того, чтобы вам снимать контент. Но Валя Абра предложила одолжить ее GoPro на время. Собственно, на нее я сейчас и снимаю. Спасибо большое Вале за спасение контента. Как я уже говорил в начале, мне не хватает вашей активности на канале. Ваших подписок, лайков, комментариев, стимула, чувство ответственности, что несколько тысяч девчуль и парней ждут новых эпизодов B2K Insider с очередных гонок, тусовок, шоу. Именно чувство ответственности сможет заставить меня после работы садиться за монтаж новых эпизодов. Так что давайте, заставьте мою ленивую жопу делать вам контент. Я регулярно посещаю разные ивенты. Часть из них организовываю сам. С нового года у меня еще не было ни одного ленивого уикенда. У меня всегда есть, что вам показать и рассказать. Так что, команда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, все будет дрифт. И так, футболка подписана, упакована, все розыгры.